...часов до офици... Итак, трейлер GTA 6 слили за 13 часов... А, блядь, вот, сука, включаешь другое видео, теперь здесь громко. Смотрели видео с шевцов, одно... Ну, типа, тихо было. Вот теперь плаги надо вырубать. ...до официального релиза. И чтобы обезвредить эту утечку, Rockstar просто сами зарелизили трейлер на 13 часов раньше назначенного срока. Гениально. Представляете рожи всех этих стримеров, которые собирались стримить GTA, легли спать пораньше. Я! Ну, я не ложился, я так-то... Я-то так-то всё узнал. Не, я-я-я-я представил ебало Вилсакома. Потому что как раз-таки, учитывая, что он в Москве живёт, он реально в этот момент спал. А я захожу, а у него, чтобы вы понимали, на ютубе трансляция была запланирована. То есть там висела трансляция, что она начнётся через такое-то время. Тут сливают трейлер, он спит. А трансляция, типа, запланирована. И там люди ему в чат пишут, типа, Братан, ну ты опоздал, ебать, всё, дохуй, не хайпанёшь. Всё, блядь, всё слили, давай-ка вырубай, блядь, Вилсаком. Я представляю его ебало, когда он проснулся. И увидел, что всё уже как бы посмотрели. А я-то чё, я не спал, у меня время-то как раз-таки то самое, по которому и сливают. Потом они завтра проснутся, а уже всё, нечего стримить, пососите. И с первых шесть секунд трейлера становится понятно, что все основные слухи и предположения по поводу GTA 6 оказались верны. Что, в принципе, и неудивительно, ведь какой-то супер ранний билд GTA 6 сливался в сеть, и тогда даже сама Rockstar признала, что это действительно билд их игры. И также подтверждается, что разработчиком игры действительно станет компания Rockstar Games из Америки. Вот она вот здесь написана прямо в трейлере. Действие игры, как было известно заранее, развернётся в Vice City, а играть вам придётся за двух персонажей, одним из которых станет девушка Люсия, у которой, судя по оранжевому костюму, есть определённые проблемы с законом. Ты знаешь, почему ты здесь? Мне повезло мне очень. Дальше нам показывают, что в игре будут лодки с пропеллерами, животные, в частности фламинго, пляжи с людьми, лодки без пропеллеров, а также автомобили. Внимание, полностью управляемые игроком. А следующий кусок подтверждает нам, что в игре будет динамическая смена дня и ночи, а также всякая разная клубная жизнь. Так, а вот здесь давайте остановимся поподробнее. Вот тут вот, как вы видите, плывёт какой-то сухогруз, и возникает вопрос, а можно ли будет этот сухогруз угнать, или хотя бы ограбить его, как какой-нибудь поезд в Red Dead Redemption? А второе, что бросается... А почему не мокрый груз? Глаза, это вот это гигантское длиннющее шоссе. И если какое-то шоссе между двумя клочками земли настолько длиннющее, и там вдали видно ещё его продолжение, то представь... Ну как и в реальной жизни есть такая же хуйня. Тебе насколько огромной должна быть вся карта целиком? Ну вот от этой сцены феминистки в титре просто обрыжутся слюнями, ну а геймеры тоже обрыжутся, но не слюнями. Ну и вот прям буквами ВАЙС, то есть типа ВАЙС Сити, если ты конченый дебил... Это не ВАЙС, это ВИСИ. Что, читать не умеешь, бля? Ты ещё не понял? Вот тебе текст там написали. Дебил, бля. А следующий отрезок посвящён всяким тиктокам, социальным сетям, некоторые футажи прямо на телефон как будто бы сняты, так что, возможно, в игре будет добавлена некая система социального статуса, вместо очков будут какие-нибудь подписчики, а чтобы повышать его, нужно будет вытворять всякие криниши. А вот здесь можно заглядеться на эту бабу и не заметить, что сзади проезжает монстр трак. В пятой части тоже... Да лё, там дети были, блядь, вот это ты точно не заметил. Был монстр трак, но раз он здесь попал в трейлер, возможно, в шестой части они будут более распространены. Полицейские погони, слава богу, они всё-таки будут в игре, а то после Сиберпанка я... Во-вторых, не слава богу. Хотя ладно. Уже заранее не... Опять мне будут за богохульство предъявлять. В чём не уверен? И здесь же мы впервые видим лицо главного персонажа по мужской линии. А ещё здесь на билборде можно заметить рекламу каких-то антидепрессантов, на которых, как считается, американцы просто помешаны, из-за того, что они там... Да, 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 да. Да, да, да. Блядь. Короче, вы поняли. Хе-хе. Да, да, да. Сейчас подождите, мне теперь надо все поставить куда-то. Да, да, да. Эба, эба. Да это витаминки. Crazy в этой своей Америке. Из футажа с перевернутой тачкой можно понять, что в игре снова будет Weasel News, которая из что является пародией на Fox News. А это, видимо, возможности кастомизации персонажа. Можно волосы в фиолетовый цвет покрасить и налепить на лицо столько татуировок, что даже Могинштерт бы, наверное, охуел. Байки никуда не делись, на них все так же трюки можно делать. А еще можно спиздить сырок в местной пятерочке и съебаться на мустанге. Ну а в этой сцене становятся понятны отношения между персонажами. Очевидно, что он ее отчим. А ты мне доверяешь. Я доверяю тебе. В концовке нам показывают, что в игре есть пистолеты, что это шестая часть и что выйдет она в 2025 году. На ПК она не выйдет. Нахуй я посмотрел, если я и так это все видел своими глазами. Ну ладно. Окей. Субтитры сделал DimaTorzok